В начале года экологии Мурманскую область посетили гости из столицы. Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Донской и специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов встретились с представителями крупных предприятий Кольского края и поговорили об экологических мероприятиях и проектах, которые они осуществляют. Мурманская область – один из регионов России, где широко развита промышленность. Сразу несколько компаний на Кольском полуострове добывают руду, производят металлы и удобрения. Работа этих предприятий оказывает определенное влияние на хрупкую природу Заполярья. И чтобы свести воздействие производства к минимуму, компании идут по пути совершенствования технологий. На Кольском ГМК знаю, что новая система выщелачивания и производства кубальта с точки зрения использования воды вообще безотходная. Вода, которая берется из природы, она и очищается, но даже очищенная не выбрасывается назад в речку, а по новой используется. Ну, это замкнутый цикл. Это вообще технологии, по-моему, в мире такое я не слышал. Это даже не наилучшее доступное, это уникальная технология. Нам для того, чтобы реализовать те или иные программы, приходится разрабатывать уникальные технологии, о которых только что говорили. Это уникально не только в Российской Федерации технологии, но и в мире. И мы готовы стать не только флагманом мировой металлургии, но и лучших экологических изменений в России. Кроме того, компании стараются сохранить нетронутые уголки природы, поддерживать существующие на Кольском полуострове заказники и заповедники. Недавно в Никеле завершилось строительство визит-центра заповедника Пасвик. Этот проект был реализован при финансовой поддержке Норникеля. Это и есть конкретный пример государственно-частного партнерства, когда Министерство природных ресурсов свои планы, очень хорошие и правильные идеи соединило с желающими поддержать эти планы, в том числе материально. В данном случае компания «Новийский никель», которая здесь работает и которая, как уже было сказано, Елена Степановна вообще планирует огромные инвестиции по размеру примерно 300 миллиардов рублей на модернизацию производства и улучшение экологической ситуации, как здесь, в Мурманской области, так и в Норильске, в Красноярский край. Со своей стороны министр экологии пообещал поддержать предприятия, реализующие экологические проекты в Заполярье финансово. В частности, с 2019 года для компаний, постоянно совершенствующих производства, с целью минимизировать вред окружающей среде, предусмотрены некоторые льготы. Законодательством прописано несколько способов стимулирования. Здесь и снижение платежей за негативное экологическое воздействие, и в том числе зачёт тех затрат, которые планируются и которые делаются компаниями, в счёт этих платежей, если, так сказать, работа ведётся, соответственно, платежи будут меньше платиться. Плюс ко всему предусмотрена и ускорена амортизация, предусмотрены различные льготы. На рабочей встрече говорили и о других аспектах защиты экологии в Заполярье. Так, например, Сергей Иванов отметил работу, которая ведётся в Заполярье по переработке старых атомных подводных водок. Также представители правительства Мурманской области сообщили, что в год экологии был принят экологический план, состоящий из ста мероприятий, которые помогут сохранить северную природу. В них войдут создания системы полигонов ТБО, очистка Кольского залива от несанкционированной свалки судов и расширение сети особо охраняемых природных территорий.